Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем вам, как Руслана Мишина попала на проект. Об этом одна из самых обаятельных участниц телепроекта рассказала в интервью с журналистом. Также девушка поведала о своих отношениях и чувствах, об идеальном мужчине и о том, что делает ее счастливой. Перед тем, как пойти на кастинг в Дом-2, Руслана работала в пенсионном фонде. Она была начальником отдела. Это была серьезная работа, требующая умственных способностей. Руслана рассказывает, «Я не собиралась ни на какой кастинг, но друзья посоветовали сходить. Я подумала, с работой мне не везет, в личной жизни вообще никаких перспектив. Почему бы не сходить? Решающее слово сказала моя мама. Она посоветовала мне попробовать свои силы. Я рискнула и прошла кастинг». Уже два месяца Руслана встречается с Семеном Фроловым. За это время у них было разное – и скандалы, и страсть, и ссоры, и примирение. «Пока мы вместе», – говорит Руслана. «А что будет дальше, это дело времени, но сейчас у нас все хорошо?» Руслана рассказала о чертах, которыми должен обладать идеальный мужчина. «Я очень придирчиво отношусь к мужчинам и сразу же замечаю любой недостаток. Главные качества – это щедрость, ум, чувство юмора и целеустремленность. Также мужчина должен быть добрым, заботливым, ласковым и уметь при этом меня приструнить». Руслана получает очень много негативных комментариев. К ним она относится по-разному в зависимости от настроения. «Могу прочесть негативный комментарий и подумать, ой, какая же ерунда. Иногда могу задуматься, а вдруг я что-то и правда делаю не так. Могу дерзко и резко на него ответить. В этом случае вверх берут эмоции. Это моя плохая черта – несдержанность. Но я постоянно работаю над собой в этом плане». Также Руслана рассказала, что помогает ей всегда хорошо выглядеть. На поляне возможностей очень много. Всегда можно выйти в магазин за новой одеждой, пригласить косметолога или визажиста, часто посещать спортзал. На острове же все обстоит иначе. Да, у тебя появляется красивый загар, но здесь нет парикмахера, здесь нельзя сделать красивый мейкап, потому что высокая влажность и это просто не имеет смысла. Даже купить одежду на острове проблематично. Здесь есть магазины, но слишком все дорого. Главный же секрет красоты такой – счастье сделает тебя красивой. Руслана рассказала, чем она любит заниматься в свободное время. На острове Руслана любит плавать. Также она ходит в спортзал, дурачится с Семеном, устраивает ему романтики, они вместе гуляют по островам. А на поляне в свободное время девушка сочиняла стихи и вообще она любит творчество во всех его проявлениях. Руслана призналась в интервью, что проект ее многому научил. «Я научилась лишний раз не создавать конфликт, идти на уступки и находить компромиссы. Я научилась искать пути решения проблем. Например, как-то Семен выставил мне список обязанностей, которые я как девушка должна выполнять. Меня это жутко задело, но потом я подумала, что он мне дорог, я хочу быть с этим человеком. Поэтому утром я приготовила завтрак, взяла корону, принесла ему все в постель, восхваляла его весь день перед ребятами, готовила обед, ужин, развлекала. Одним словом, исполняла все его желания. Я делала это в шутку, но в какой-то момент поняла, что мне просто приятно это делать. После этого у нас наладились отношения. Он стал по-другому смотреть на меня, ценить, у него появились чувства. Также Руслана видит прогресс в своем личном развитии. Здесь раскрылись мои способности. Я не знала, что умею петь и танцевать. У меня развелась интуиция. Внутри себя я очень духовно повзрослела. И все это мне дал проект. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, инстаграм и страницу вконтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.